МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Это Восточный экспресс. И вот его некоторые остановки. Чиновники были ровно тогда, когда была эта шумиха. С мэрией требуют возместить стоимость лечения мальчика, искусанного собаками, чем закончилось первое судебное заседание. Заночевали прямо на гребне. Чудесное спасение, как альпинисты-любители, выжили в горах Тунки. Было изъято различное оборудование, а также около 15 тысяч бутылок алкогольной продукции. Бутлегеров накрыли в Илан-Удэ. ОПГ распространяло контрафактный алкоголь. И начнем с того, что депутаты Госдумы написали жалобу в Генеральную прокуратуру России на мэрию Улан-Удэ. Критики подвергли действия властей по решению собачьего вопроса. Ранее в мэрии заявили, что закон об ответственном обращении с животными в Бурятии необходимо временно приостановить. Но народные избранники в ответ прибегли к помощи надзорных органов. Жалоба как раз касается неисполнения требований федерального закона. По мнению депутатов, местные власти сами не позаботились о строительстве приютов для бездомных животных. И из-за этого отказываться от схемы отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск нельзя. Какие еще законы нужно приостановить в Бурятии? Может быть, действия Конституции там тоже нужно приостановить? Они были обязаны построить приюты. Сейчас они пытаются прикрыть свое бездействие. Если у них собаки стали нападать на людей, наказывать нужно муниципальных чиновников. Я свои предложения высказал, и мы будем продвигать их дальше. Наши депутаты Госдумы поддерживают нас. Они тоже считают, что необходимо дополнительное рассмотрение пунктов федерального закона, что оно действительно назрело в связи со случаями нападений собак на людей. Напомним, причиной обострения проблемы с собаками в Улан-Удэ стало сразу два нападения животных на людей. 20-летняя девушка и 11-летний мальчик сейчас проходят лечение в Москве. В ответ на происшествия городские власти разработали ряд мер, чтобы предотвратить рост числа бродячих четвероногих. Среди них обязательно стерилизация и налог на собак. Ну а тем временем в Улан-Удэ состоялось первое судебное заседание по делу мальчика из кусанного стая собак в начале прошлого года. Семья пострадавшего подала иск на администрацию города. Тему продолжит Никита Коробенков. Спустя почти год восстановительных процедур семье пострадавшего мальчика приходится проходить процедуры судебные. С администрацией города они требуют денежную компенсацию. Записываемся мы снаружи, на заседание нас не пустили, пандемия как-никак. Зато, что происходит внутри, нам удалось выяснить в беседе с тетей пострадавшего. Ну как прошло, можно сказать никак, потому что отложили суд до 9 февраля. На самом деле, я не знаю, такое ощущение, что просто все это специально так затягивает, и так уже год прошел. Как говорит наш юрист Виталий Владимирович, скорее всего это будет так и тянуться. Пока не стихнет вот это все. Мэри настаивала привлечь к участию в процессе компанию ЖАДА. Они тогда занимались отловом собак. Однако на суд представители фирмы не явились. Юрист был не в городе. Заседание перенесли на 9 февраля. Никого из городских менеджеров Сосек Занаева в зале суда не видела. Чиновники были ровно тогда, когда была эта шумиха. Вот когда мы лежали в больнице, они приходили к нам, зазарили подарочками, жалели цирены, целовали, обнимали. Прямо у нас такие счастливые фотографии. А по итогу оказалось... Ни тогда, ни сейчас в администрации города не заявляли о нежелании выплачивать компенсацию. Даже наоборот. Просто рекомендовали родственникам сделать все по закону. Через суд. Мы предлагаем данной семье обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда. И уже в ходе судебного разбирательства может быть заключено мировое соглашение, либо суд примет решение о удовлетворении исковых требований. Напомним, громкий инцидент случился в январе прошлого года. От стаи бродячих собак 7-летнего мальчика отбили случайные прохожие. Многочисленные рваные раны и реанимация – последствия похода до магазина. Сейчас на месте укусов остались шрамы, а количество прогулок резко сократилось. Ребенок боится лишний раз выходить на улицу и нуждается в психологической помощи. Никита Корабенков, Борис Бальчинов, Виктор Агафонов, телекомпания «Оригус». Вспышка коронавируса в Мухаршевирском доме-интернате. На сегодня там сразу 15 случаев. Семеро уже госпитализированы в центральную районную больницу. Остальные получают лечение амбулаторно. В числе контактных 36 человек – это персонал и подопечные. Сейчас Роспотребнадзор выясняет, кто стал источником инфекции. И продолжим ковидную тему короткой строкой. Обязательное тестирование на ковид в аэропорту Бурятии прекращают. Напомним, анализ в обязательном порядке брали у всех прилетающих из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. Меры продлились около двух недель. За это время обследовали почти 5000 человек. У 67 ковид подтвердился. В 3 миллиарда рублей обошвать борьба с коронавирусом для Бурятии. Деньги потратили на развертывание новых коек, покупку медоборудования, СИЗов, лекарств, а также на доп. выплаты для медиков. Только на тестирование выделили 147 миллионов рублей. В ближайшее время в Бурятии откроют три новых ПЦР-лаборатории. Это позволит увеличить объем тестирования с 5 до 8 тысяч анализов в сутки. Отметим, что на сегодня ситуация с ковидом в Бурятии стабильна. Суточный природ заболевших застыл в районе 150 случаев. Продолжает лечение чуть более 2000 человек. В громком деле о поставке медицинского оборудования в онкодиспансер поставлена точка. Производство по этому делу прекратили основание судебный штраф. Экс-руководитель управления капитального строительства Виктор Гусляков заплатит 40 тысяч рублей. Напомню, уголовное дело по статье «Служебный подлог» завели из-за несвоевременной поставки медицинских аппаратов на сумму 100 миллионов рублей. Виктор Гусляков подписал контракт, зная, что не выполнит его условий. Обвиняемый чиновник подписал и заверил печатью официальный документ. Товарную накладную, в которой содержались заведомо ложные сведения о поставке, установке и вводе в эксплуатацию медицинского оборудования. В суде он признал вину и попросил назначить ему штраф с прекращением уголовного дела ввиду того, что фактически поставка медицинского оборудования все же состоялась. Суд учел это обстоятельство и позицию обвиняемого. Своё отношение к такому исходу высказали общественники. Это наказание на самом деле насмешка, потому что оно абсолютно несоизмеримо с ущербом, который он нанес. Я считаю, что, во-первых, его судили не по той статье, потому что Виктор Гусляков не имел на то права. Увлекли по наиболее мягкой статье, такой как служебный подлог. Инициативная группа надеется, что прокуратура подаст апелляцию по этому решению. Также планируют привлечь к ответственности Виктора Гуслякова и по другому делу. Оно связано со строительством онкодиспансера. Ольга Арсенукаева, Валерий Чидопов, телекомпания «Оригус». Сторонникам Алексея Навального в Улан-Удэ отказали в проведении митинга. Акцию запланировали на 23 января. Но, как нам пояснили в мэрии, из-за коронавируса в городе продолжает действовать запрет на все массовые мероприятия. Организаторам акции протеста отправили письмо с официальным отказом. Напомним, политика арестовали на 30 суток. Сейчас он находится в СИЗО. Причина заявления УФСИН о многократных нарушениях испытательного срока по делу ИФРОШЕ. Сторонники политика заявили, что планируют провести акции в поддержку Навального по всей стране. Жители республики в социальных сетях также организовали специальную группу. Там всех желающих призывают выразить свое несогласие в связи с арестом. Более 350 человек заявили, что придут на митинг. В два раза меньше людей пока раздумывают. О том, что мэрия в проведении акции отказала, участникам группы пока не сообщили. Отметим, что официально штаб Навального в Бурятии прекратил свою работу более двух лет назад. Это первое сообщение его сторонников с ноября 2018 года. Продолжаем. Два альпиниста-любителя заблудились в горах Тункинского района. Они провели под открытым небом двое суток. Причем в эти дни были самые сильные морозы. Что помогло туристам выжить и как проводили спасательную операцию? С подробностями Ольга Арсенукаева. Это уже финал истории. К счастью, нетрагичный. Хотя все вело именно к этому. Двое друзей из Ангарска решили взобраться на гору Брачанка в местности Оршан. Тодъем считается несложным до вершины три часа ходу. Но в назначенное время мужчины не вернулись на исходную точку. Они не были в этом районе. То есть они не знали спуск с маршрута. Потерялись. Заночевали прямо на гребне. Выкопали пещеру в снегу. За счет этого только и выжили. Первая ночь была самая сложная. А вторая ночь они уже спустились в зону леса. То есть разожгли костер. И возле костра всю ночь грелись. Осложнялось выживание и сильными морозами. Именно в эти два дня в Тунке фиксировали самые низкие температуры. До минус 35 градусов. Туристов нашли в 400 метров от зимовья, куда они должны были вернуться. По запаху дыма от костра. Один из пострадавших, потерявшихся, получил сильное отморожение рук и ног. Третья, четвертая степень. Сейчас еще под вопросом ампутация. Пальцев рук и пальцев ног. Еще был сильно отморожен тоже нос, но нос вроде прижил. Как отмечают спасатели, туристы не регистрировались на сайте МЧС и их спасение можно назвать чудом. О пропаже сообщили другие покорители вершин, которые совершенно случайно оказались в том же зимовье. На тот момент, когда пострадавших нашла группа поисковиков, один из них не мог даже двигаться. Его пришлось транспортировать на спецустройствах. Ольга Арсенукаева, Виктор Немаев, телекомпания «Оригус». Подобная история не редкость. Только за прошлый год в горы Бурятии поднялись более 2500 человек, 200 из них дети. Но не у всех путешествие закончилось, как планировали. Некоторые оказались на больничной койке. Что делать, чтобы этого не произошло? Сегодня мы спросим об этом у начальника Центра управления кризисными ситуациями. Главного управления МЧС России по Бурятии Евгения Варавы. Евгений Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вообще ходят ли зимой в горы? Да, безусловно. Зимний туризм для нашей территории характерен. Активно люди ходят, выходят на туристические маршруты. Наиболее популярными маршрутами нас является, безусловно, территория Акинского-Тункинского района, горная местность. Ну и все районы, которые проходят, скажем так, граничат с озером Байкал. То есть все прибайкальские районы также активно задействуются в туризме. Ну а что пользуется особой популярностью? Какие места? Мунку, Сардык, Шумак. Также популярно в Тункинском районе, у отнесенного пункта Аршан, вверху реки Кынгерка, поселок Монды. Ну, сейчас туристов наверняка меньше, чем летом. Да, безусловно, в зимнее время погодные условия, которые, скажем так, спадают, и то есть в зимнее время они накладывают определенный отпечаток на количество, а туристов меньше. Скажите, какие опасности подстерегают людей в горах? Ну, безусловно, это получает травмы. Также природные факторы могут влиять, вот это крайне редко у нас бывает. Ну и просто люди где-то отклоняются маршрута, от маршрута теряют ориентированность. Можете ли дать какие-то советы туристам, как вернуться из похода целым и непредимым? Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие занятия активным туризмом, а также граждане, которые планируют самостоятельный путешествий по сложным, труднодоступным районным походным маршрутам, обязаны за 10 дней уведомить Главное управление МЧС России по Республике Бурятия о предстоящем маршруте. При своем уведомлении они указывают старшие данные, контактные данные старшего группы, состав группы, средства связи, контактные телефоны, какое оборудование, ну и сведения о маршруте. Можно узнать, для чего это нужно? Регистрация важна, почему? Потому что в случае происшествия имеющаяся информация о маршруте передвигления, об остановках планированных, она позволит оперативно привлечь поисково-спасательные подразделения для оказания помощи туристам, для их эвакуации. Расскажите еще, пожалуйста, как зарегистрировать тур? Да, зарегистрировать тур, есть три способа регистрации. Направить уведомления можно просто по адрес Главного управления. На сайте Главного управления имеется ссылка, можно запомнить в электронном виде также заявку на сайте Главного управления, или обратиться просто по телефону ТЭПМ 3820, оперативно-спасательный центр управления в кризисных ситуациях, которые также снимутся в регистрации уведомлений от вписка мероприятия. Помимо регистрации тура, что еще нужно? Нужно готовиться к маршруту основной, это присовет, ходить просто в подготовленные, то есть одежда, снаряжение, какое должно быть минимальное, скажем так, для обеспечения безопасного перехода. Что ж, спасибо за информацию, мы движемся дальше, и смотрите во второй части программы «Восточный экспресс». Хищника осаждают вороны и сороки. Как помочь птице, чтобы она не погибла зимой? Подробности в материале Кристины Сосниной. В Бурятии состоятся сразу три крупнейших спортивных состязания, где и когда за медали будут биться тэквондисты и борцы вольного стиля, в материале Алексея Турбова. Об этом чуть позже, сейчас другое. Уголовное дело о бутлегерах передано в суд. Накануне завершилось расследование по незаконному производству алкоголя и его дальнейшему сбыту. Никакой лицензии у членов ОПГ не было. Самодельную продукцию под видом известных марок они продавали в столице республики. В местах хранения производства было изъято различное оборудование и предметы, предназначенные для производства алкогольной продукции, а также около 15 тысяч бутылок алкогольной продукции и не менее 8 тысяч литров этилового спирта на сумму 3 миллиона 790 тысяч рублей. Организаторы группировки, двое жителей Улан-Удэ, 48 лет и 21 года. Им предъявлено обвинение в незаконном производстве и сбытии немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере. Следственные действия в отношении других участников группы продолжаются. Качество ремонта, отсутствие проезжей части и самое обсуждаемое сегодня безопасность пути, особенно для детей. Проблемы дорог в Улан-Удэ разбирает дежурный по городу в рубрике «Вопрос-ответ». В 101-й микрорайон не заезжает общественный транспорт. Ближайшая остановка почти в двух километрах. Мне 80 лет, я ветеран труда. Как можно решить вопрос? Пока продвление городских маршрутов для 101-го микрорайона не представляется возможным, потому что дороги не соответствуют требованиям безопасности дорожного движения. Дороги грунтовые, зауженные. Отсутствует наружное освещение дорожных знаков и прочие элементы. В дальнейшем не посматривает улучшение дорожных условий. В направлении 101-го микрорайона по срокам сказать не могу. Вопрос рассматривается. Нет подвоза детей учеников 38-й школы на Верхней Березовке. Дорога до учреждения лежит через частный сектор. Страшно за детей. Учреждение получили автобусы буквально перед Новым годом, 29 декабря. Новые автобусы в школе 52, 24, 57. В том числе второй автобус мы выдали именно школе номер 38 для организации подвоза учащихся отдаленных улиц. Но на сегодняшний день вот этот второй автобус, он еще не передан из республиканской собственности в нашу муниципальную, так как нет акта передачи. Нам обещают его передать в начале февраля. Латают ямы песком. Засыпают его прямо на снег. Не пойму, это новые технологии или снова решили насмешить народ. Комбинат по благоустройству решил использовать метод, активно применяемый в Якутии и других северных регионах. Чтобы засыпать ямы, используют противогололедный материал. Но уже сегодня же коммунальщики объявили, что пока от этого эксперимента отказываются. Большие перемены. 2020-й стал насыщенным для работников социальной сферы и республики. Новые виды поддержки, выплаты семьям с детьми, строительство объектов для престарелых и переход на онлайн-консультации. Министерство социальной защиты населения Бурятия подвело итоги и поделилось планами на этот год. Узнаем, как будут поддерживать людей в 2021-м. Это дополнительно прибавилось 60 тысяч получателей. Причем сроки были экстренно изменены не с 1 июля, а с 1 июня. А выплаты должны были осуществиться с 1 января. Поэтому наша система социальной защиты работала в очень плотном режиме. Люди на местах даже не уходили домой, делали расчеты, чтобы наши женщины вовремя получили все эти выплаты. 44 тысячи семей к нам обратили, 637. И назначения были на 57 тысяч 633 ребенка. Чтобы вся база данных, всех наших льготополучателей, кто получает социальные выплаты, все находились в этой системе. И человек не испытывал никакой нужды, подавая заявление на оформление. Мы работаем тесно с пенсионным фондом, с медико-социальной экспертизой, с фондом социального страхования. Здесь все завязаны для того, чтобы человек не ходил, не мотался со своими справками, доказательной базой. А через систему компьютеризации, программного комплекса все было уже, так сказать, ясно и понятно, какие назначения надо сделать этому человеку. В 20-м году, в конце года, к нам пришла новая, так сказать, социальная выплата, это региональная социальная доплата, она была у всех на слуху. С 1 января мы начали выплачивать через наше министерство. Это группа 45 тысяч человек пенсионеров, у которого, значит, сумма пенсии не дотягивала до прожиточного минимума. И в этом году, в 20-м году уходящей, мы заключили новое конституционное соглашение. Евгений Касперский побывал в Улан-Удэ. Основатель одноименной компании и создатель одной из главных антивирусных программ в мире, оказался в столице республики проездом. Миллиардер совершает автопробег по маршруту Магадан-Москва. Единственное, чем он поделился в своих соцсетях о нашем городе, проба блюда сагудай из байкальской рыбы в одном из ресторанов. Другие любопытные новости в нашем традиционном дайджесте сегодня с Сергеем Смолениновым. Знакомьтесь, это Дюран, один из самых популярных авторов комиксов в России. Только ВКонтакте у него почти миллион подписчиков. Долгие годы он занимался творчеством анонимно, но в сети раскрыли его личность и выяснилось, что художник – уроженец Бурятии. Байру родна его 34 года. Он родом из Заиграевского района, школу закончил в Улан-Удэ, а сейчас живет в Питере. Оказалось, что даже псевдоним «Дюран» – это от бурятского слова «дуран» – «любовь». Да и в своих работах он о родине вспоминал. Правда, автор не рад, что тайна раскрыта, и просит не нарушать его личную жизнь. Уважаем это право и желаем больше новых подписчиков из Бурятии. Следующая работа – дело рук других авторов. Семиметровый символ быка появится на стене дома по улице Ключевской уже 1 февраля. Бюджет это обойдется в 255 тысяч рублей. Украшать городские улицы представителями восточного календаря начали еще в 2010 году. Рекордсменом стала лошадь за 800 тысяч. Чуть меньше потратили на овцу. Бык станет последней иллюминацией. Остальные 11 животных уже заняли свои места. Адреса ищите на нашем сайте arigus.tv Своего рода перформанс устроил и местный КВНчик Сергей Циренов. Широкой публике он известен по персонажу Штырь. Так вот, комик вышел на площадь Советов с плакатом с надписью «Вы че, охренели?» Конец цитаты. Кто именно так поступил, не уточняется. Негодование же связано с планами Сергея Зверева пойти в Госдуму от Бурятии. Кстати, будущий кандидат тоже времени не теряет. И уже заказал себе национальный костюм для работы в парламенте. Ну что ж, до выборов далеко. Кто ли еще будет? Передаю слово ведущей. В Бурятии разрешили проводить соревнования. Спортивный сезон откроют тхэквандисты. В начале февраля в Лануде будет дан старт чемпионату и первенству Дальневосточного федерального округа. 12 марта столица Бурятия примет чемпионат страны по вольной борьбе. Наша сборная уже начала подготовку. 28 спортсменов сейчас на тренировочных сборах в дагестанском Хасавьюрте. Для участия в соревнованиях все спортсмены должны сдать анализ на COVID-19. Причем не ранее, чем за трое суток до прибытия на место. Придет, конечно, сильнейший, потому что это чемпионат России предолимпийский. Отбор на олимпийские игры. Уже в следующем месяце крупные соревнования пройдут в ФСК. С 5 по 7 февраля свои силы там испытают поклонники тхэквандо. Заявлено более 300 спортсменов. Состязания станут отборочными на чемпионаты первенства России. Они пройдут без зрителей. Для них организуют онлайн-трансляцию. Сборную в Бурятии представит команда из 200 человек. В Гранд-Дефо пройдет еще и соревнование, фестиваль. И там уже приезжают города сибирских регионов. Приезжают Новосибирск, Барнаул, Иркутская область. То есть команды будет очень много. То есть все будет проводиться понятно по правилам распространения надзора. Без фанатов на трибунах состоится и чемпионат ДФО по вольной борьбе среди мужчин. Он будет проходить с 11 по 14 февраля. Ожидается более десятка команд и 120 участников. Помоги учиться дома в Бурятии завершилась благотворительная акция, цель которой обеспечить детей из многодетных семей всем необходимым для дистанционной учебы. Аплодисменты. 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 Так получилось, что мы растерялись. Я его бабушка. У нас не было просто. И поэтому тяжело было. У нас со всех районов республики, с города Улан-Удэ, с отдаленных наших районов, с Баугайского, с северо-Байкайского. То есть у нас география охвата всей республики. Аплодисменты. Аплодисменты. Орел, ястреб или коршун. Горожане нашли на обочине дороги крупную птицу. Хищник сильно замерз, был обессилен и не мог лететь. Пернатова пока приютили, но что с ним делать, дальше не знают. Как поставить птицу на крыло? Вопросом задалась Кристина Соснина. Кешу, так в семье прозвали Пернатова, нашли 19 января на батарейке. По дороге домой хищник не сопротивлялся, вел себя покладисто и даже разрешал гладить. Он лежал вообще в тяжелом состоянии, голову не поднимал. Время прошло, потом он начал вставать, встал и сидел просто. Лапка у него вообще не шевелится. Вот это он выиграет, а вот это он не очень. Муж говорит, оставлю себе, говорит, скалачу большой вольер ему. И жалко, конечно, а вдруг его на мумию впустят. Но птица решила иначе. Как только гость почувствовал свободу, сразу упорхнул. Кешу пытались поймать, но очевидно у хищника на сегодняшний вечер другие планы. Мы отправили фотографию гостя орнитологу. Специалист по птицам сразу определил. Кеша – юный махноногий курганник. Чаще они зимуют на юге, иногда в теплые зимы молодые особи остаются. В город залетают в поисках еды, питаются мелкими птицами и грызунами. С начала недели это уже второй случай в Улан-Удэ, когда хищнику этого вида нужна помощь. У нас вчера тоже бурк-ротнадор одного принес, и он прямо на глазах у нас здесь дох. Обесточение, поддерживающие уколы, мы сделали, но почти не получилось. Паники создавать не надо, к этому относиться надо, как это нормальное явление. Другие тоже к этому нужно приезжать. Несколько часов курганник перелетал с крыши на крышу, но к себе тех, кто ему помогал, больше не подпустил. Я не знаю. Я к нему уже за сутки как-то привыкла. Мне сейчас, он говорит, муж, ты за 9 месяцев ко мне так не привыкла, как за сутки птиц. Курганник внесен в Красную книгу. Предоставляя кровь такому гостю, стоит знать, что помощь без ведома специалистов может обернуться для жителей штрафом. Большинство этих хищных птиц, они занесены в Красную книгу. То есть не стоит их ловить, пытаться поймать и содержать, тем более у себя дома. Почему? Ну, потому что они, во-первых, опасные, во-вторых, они краснокнижные. Это запрещено законом. О раненых птицах хищных пород жителям советуют сообщать в Бурь природнодзор. Пернатых, как правило, забирают. Здоровых выпускают подальше от города, больных отдают на лечение в этнографический музей. Что касается Кеши, спустя три часа он все-таки улетел. И никто не узнал, обещал ли вернуться. Критен Соснина, Виктор Горновской, телекомпания «Ригус». Реконструкция образа жизни вымерших животных могут увидеть жители республики. В Национальном музее открылась выставка рисунков в жанре полио-арт. По задумке ее автора, посмотреть можно не только на то, где и как жил, к примеру, мамонт, но и оценить его истинный размер, глядя на находки археологов. Подробнее Артемий Ушаков. Автор выставки Сергей Дмитриев еще со школы. Его привлекали рисование, биология и география. Он много путешествовал и участвовал в археологических раскопках. Даже сумел зарисовать карту своих находок вместе с детальным изображением местности. Это очень интересные картины. Это очень такая личная интересная история человека, который с детства увлекался биологией. Будучи лишенным слуха, он нашел себя в этом другом деле, как в мастерстве. И мастерство его в точной передаче пейзажа. Замысел каждого рисунка на основе останков животных создавать их правильный образ в среде обитания. Там, где зверь провел последний момент своей жизни. За идею буквально ухватились музеи природы. Почему выбран именно музей природы? Поскольку в фондах национального музея, конкретно в нашем музее, хранится очень много останков настоящих экспонатов подлинных древних животных. И, конечно же, мы коллекцию свою показываем. И на фоне этих интересных зарисовок автора получилась такая выставка интересная. Посетители могут не только понять, как на самом деле выглядел носорог или мамонт, но и потрогать их череп или зуб. А для тех, кто захочет почувствовать причастность к палеонтологической реконструкции, сможет взять в руки кисть, поучаствовать в раскопках или воспользоваться ею по назначению. У нас разработана музейная бродилка для всех возрастов. Можно походить, поотвечать на вопросы, решить интересные ребусы, кроссфорды и узнать очень много интересного. А для самых творческих, самых увлекающихся людей мы приготовили мастер-классы. Это палеонтологические зарисовки на природных материалах. С их помощью рассказ об истории Бурятии становится и наукой, и искусством. Артемий Ушаков, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Аригус». И это был заключительный материал выпуска. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. До свидания. БРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова